Русский мир Если мы не найдем ответы, наши народы столкнутся с еще большими трудностями. Организаторы форума Международное общественное движение «Мы любим Россию», Международный фонд за устойчивое мироразвитие и Международный центр науки и культуры «Зиновьев Центр» объединяет сейчас известных представителей и общественных деятелей в более 40 странах. Наши организации показывают, что ресурс общественной дипломатии – серьезный политический инструмент, который может работать нередко не менее эффективно, чем официальная политика. Действительно, представителям общественности лень, чем называть вещи своими именами, не прибегая к дипломатическим стенам. Итак, сначала грандиозная афера – это о том, как мир стал однополярным. В 1944 году была принята Брентон-Будская система – Международная система организации денежных отношений и торговых расчетов. Система жестко фиксировала привязку долларов в золото – 35 долларов за тройскую кунцию. Конференция положила начало таким организациям, как Международный банк, реконструкция, развитие и Международный валютный фонд. 15 августа 1971 года президент США Ричард Ницин объявил о пременном запрете конвертации доллара в золото по официальному курсу для Центральной банки. А 16 марта 1973 года Ямайская международная конференция подчинила курсы валют законам рынка. С этого времени курсы валют не фиксированы, а их меняются под воздействием спроса и предложений. К этому времени доллар был интегрирован практически во всей экономике мира. Замена обеспеченного золота доллара на пустую бумажку – граньковейшая афера финансовых воротил, в руках которых остался печатный станок. Кто управляет этим станком, тот управляет миром. Именно эта мировая финансовая олигархия, бесконечно эксплуатируя этот печатный станок, создала сильнейшую армию в США и взяла под контроль европейских и российских политиков в 80-х и 90-х годах прошлого столетия. Затем было падение Берлинской стены, распада СССР и воцарение единовластия на планете. «Мир стал однополистым». Об этом хорошо писал российский философ Александр Зиновьев. «Русский конфуций, как его называют в Китае». Зиновьев предсказал грядущий хаос. Разрушенный Ирак, Илья, столкновение в Йемене, украинский Майдан, бархатная революция – все это произведено по западным рецептам. В 1999 году, находясь в вынужденной эмиграции, выдающийся российский ученый, логик, философ, патриот Александр Зиновьев принял решение о возвращении на родину. Он сказал, «После бомбардировки и Югославия США и их союзники не успокоятся. Я должен вернуться в Россию, чтобы разделить судьбу моего народа». На сегодняшний день второй силой, вторым поясом становится Китай. Согласно официальным данным, китайская экономика растет, достигая до 13% роста в год. Западные страны могут только мечтать о таких объемах. Сделав серьезный экономический рывок, Китай превращается в супердержавию. Новый полюс призван уравновесить ситуацию, но в отличие от США, регулярно участвующих в региональных конфликтах, переворотах, революциях, Китай исповедует мягкую силу, предпочитая не ввязываться в конфликты, а использовать экономические методы борьбы за вировое господство. В последние годы Китай, интернет-социализируя регион, приступил к реализации политики финансовой экспансии, то есть, по сути, вытеснению доллара с мирового рынка. Мировая олигархия понимает, что финансовая политика Китая ослабляет доллар и ставит под угрозу ее могущества. Поэтому в ближайшее время будет отмечено серьезным противостоянием США и Киталию. В настоящее время созданы шанхайские организации сотрудничества BRICS, в которых традиционно присутствует Китай. Это результативное образование, больше похожее на клубы. Являясь полезными площадками, эти международные организации не способны кардинально изменить положение вещей на международной арене. К тому же усиливают Китай, что в их несорочной перспективе также неплохо. Но России и других странам нужно понимать, что находясь в одной корзине с высокоэффективным Китаем, можно утратить часть территории естественными отмогов. Не лечим проблем в этом плане и у двух и различных стран. Так что же делать европскому миру и европскому миру в таких геополитических условиях? Россия в 2018 году приняла председательство Европейским экономическим союзем. И президент России Владимир Путин пригласил страны СНГ, Даджикистан, Успехистан и Азербайджан стать наблюдателями для ЕАЭС. ЕАЭС не просто экономический интеграционный проект. Он также направлен на укрепление безопасности границ и противостояние новым угрозам. Интеграция может стать ключевым к решению таких проблем, как продовольственная безопасность, рыночные вопросы и инвестиции. Нужно отметить, что еще в 2016 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Азербайджана, Эльмар Мамедьяров, заявил, что Азербайджан может стать членом Европейского экономического союза. С другой стороны, экономические факторы, где подобное сближение Баку с ЕАЭС, вполне возможны. Азербайджан ведет политику диверсификации своей экономики в связи с нестабильными ценами на энергетических рынках, которые приносят государству значительную долю доходов. Сункция, поддерживающая тесные связи с Азербайджаном, также недавно выразила желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. Тем более, что канцер Германии Ангела Меркель утверждает, цитировал, «В любом случае, в настоящее время мы не будем расширять таможенный союз с Турцией. Не может быть и речи об углублении. Если Азербайджан сблизится с ЕАЭС, можно ожидать подобных шагов и отборку. Плюс ко всему, такое взаимодействие поспособствует развитию евразийской интеграции на Востоке. Проблема евразийской интеграции Азербайджана остается сложной, но не достижимой. ЕАЭС занимает высокие позиции в различных странах экономики. Так, в сфере энергетики ЕАЭС занимает первое и второе место в мире подоплечения нефти и газа, в промышленной сфере второе место и так далее. Более 50 стран высказали заинтересованность в сотрудничестве в рамках ЕАЭС. Таким образом, очевидно, что Европейский экономический союз обладает хорошими перспективами. Интеграция Турции Азербайджана в ЕАЭС открывает дополнительные перспективы формирования третьей силы. Так что же такое третья сила, третий год? Посмотрите на логотип нашего форума. Он трехцветный и символизирует возможное будущее трехполярное устройство будущего мира. Западный мир во главе с США, Китай, как многовековая восточная цивилизация и мощная евразийская коалиция на базе усиленной и расширенной ЕАЭС. При таком расширении ЕАЭС и участии в коалиции Индии третий поезд может быть более чем конкурентно способен. То, что это вероятно, говорит сам факт участия Индии. «Принц», «ШОС», в которых представлена Россия, а также инициатива Индии по созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС, переговоры по поводу которого начались в прошлом году. Помимо этого, существует конфликт, территориальный конфликт между Индией и Китаем, что отделяет позиции двух стран. Помимо прочего, Россия и Индия в октябре 2018 года заключили сделку о поставке в Индию зелитных ракетных систем С-400 «Триумфа» на сумму превалентную 5 миллиардов долларов. Причем сделка осуществлена в рублях. Кстати, в 2019 году такие же ЗРС С-400 будут установлены в Турции с расчетами в рублях и лето. Планируется поставка С-400 и в Казахстан. Да и власть Узбекистана также нацелена на развитие военно-технического сотрудничества с Москвой. Об этом сообщил в октябре глава оборонного ведомства Среднеазиатского государства Абдусалом Азиз. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok